Алексей Ильич, ну вот такой вопрос вступил. Он выбрал. Слушайте, ясно, там что-то делали чисто. Все на очереди. В Евангелии сказано, всякий, кто оставит дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или землю ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. И в то же время апостол Павел говорит, если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вот как вот состыковать вот эти два высказания? Да, противоречия страшные. Если кто хочет получить золотую медаль на Олимпийских игр, вы знаете, что я молода. Я однажды на какую-то лекцию вез член команды. Представляете, как он мне порассказал, что это надо. Господи, это хуже, чем оставить отца, мать и дома, я не знаю еще что. Это кашево. И все ради чего? А, золотая медаль. Может, получше даже, а может, и нет. Ну, а если ты с золотой медалью уже не гонишься, так, так, ну что ж, ну тогда живи вот так вот, живи как. Уж не оставляй там, не брось ты все эти тренировки ужасные. Не тренируйся ты по 10-12 часов в сутки. Нет. Ну, а ты просто утрешком сделай зарядочку. Может, пробежись, может, что-то. Ну, правда? Не надо ничего, никаких этих ужасных тренировок. Понятно теперь, о чем я говорю? Одно дело, когда речь идет о немногих людях, у которых настолько сильные стремления к духовной жизни, что он действительно уже от всего отрекается. Отрекается. Но отрекается не просто бросил. Кстати, запрещено категорически, например, преподобные семьи радонежские. Все знаете, правда? Он очень хотел монашества. Пока были живы родители, он оставался дома. Почему? Нельзя было их бросать. Одно дело оставить, когда есть, как могут и жить, и все спокойно существовать. Так, другое дело, когда касается крайнего положения. Ни в коем случае. Итак, не будем мы отождествлять совершенно разные ситуации. Летящего к олимпийскому золоту или человека, который довольствуется даже не медалью, а так обычным образом жизни. Духовное совершенство или обычный наш уровень. Вот и все. Вот в чем заключаются слова Христа – высший уровень. И то, чем пишет апостол Павел. Да, тот-то не заботится о своих, а особенно домашний, тот хуже неверного и отрекся от веры. Правильно. Вот оно в чем дело. Да, это наш уровень. Наш уровень. Ну как, смиримся, что мы на таком уровне? Ну давайте смиримся. Да, мы на таком уровне. Да. Где нам до каких-то подвигов? Господи, Боже мой. И говорить не о чем. Вот так. Алексей Ильич, вот есть несколько вопросов. Я почему так вот немножко просматриваю, чтобы объединять вопросы в какую-то общую тему, чтобы не перескакивать с одного вместо на другое. Вот есть вопросы, связанные с монашеством. Ну, во-первых… С монашеством? Да, вот почему-то такой вопрос задали Алексею Ильичу. Вопрос серьезный. Как вы оцениваете состояние современного монашества в России? Вот. Это один из вопросов. Потом еще есть монашество миру. Что это? Что за такое явление? И еще есть вот такой вопрос о отце Игуми Никоне, который написал, что открыл свое объяснение живоначальной троице Рублева. Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями. Ну, о современном монашестве я не буду говорить, а лучше скажу о монашестве XIX века. О нем пишут XIX века. Понимаете? Понимаете? Сколько у нас было монастырей? Сколько? Сколько монахов? Сколько духовенств? Сколько храмов? Более того, любой чиновник Смецкий, он был обязан даже хотя бы один раз в году представить справку начальству о том, что он был наисковый и причащался. Ну, давали пол-литра какому-нибудь батюшке, или что, или ассиглацию. Он давал, и я, атеист, был православным. И что пишет, например, такой знаменитый епископ XIX века, аристократ, подвижник, аскерт, настоящий Игнатий Вринчанинов, епископ. Знаете, что он пишет? О монашке XIX века. Монашество уже не стало. За свою жизнь я встретил только одного или двух монахов, которые знали, что такое... Мы не только знали, а именно были делателями так называемого умного делания. Умное делание – это основное делание монашества. И он, который всю жизнь провёл в монашеском кругу, за свою жизнь встретил только всего там два-три человека, которые действительно были делателями этого умного. О прочих он писал. Иногда писал так. Вот я знаю, вот здесь два хороших женских монастыря. Хороших. Обустроено. Всё очень красиво. Всё очень чистенько. Всё очень чинно. Но там нет никакого духовного делания. Неусыпаемый псалтир. Да-да-да-да-да. Постоянное богослужение. Да-да-да-да-да. Да-да-да. Всё. Всё чинно и хорошо. И говорит, но духовной жизни там нет. Игумена Арсения Себрякова, которую канонизировали, обращалась к своим сёстрам. Она игумена. Обращается к ним и говорит, «Ну что же вы такие неразивые? Вы никакие не монахини!» Они отвечают, «Матушка, это мы-то не монахини? Мы посещаем все богослужения. Мы совершаем все молитвенные правила. Мы выполняем все послушания, которые только...» Что вы ещё от нас хотите? На это великолепно ответил свеки-кальфеофан Затворник. «И часы исправные хорошо ходят. Но кто скажет, что в них есть жизнь?» Убил. Убил. Оказывается, всё можно исправлять, это всё убежно, всё вычитывать, всё делать, всё. А душа? А душа? В общем, вы знаете, причиненок, который признаётся не какими-то богословами, даже я вам скажу, или церковными исследователями, а признаётся целым рядом самых известных святых русской церкви XIX века, в качестве кого признаётся? Как незаменимого учителя духовной жизни. Вот. Вы обратили внимание? Я ссылаюсь не на мнение нас, богословов, которые сами ничего не понимают, не знают, а святых людей. Макарий Оптинский, Варсонофий Оптинский, Никон Оптинский, Арсения Эдегумня, Иоанн Валамский, в общем, целый ряд, которые говорят, нет лучшего учителя даже. И вдруг он пишет о состоянии монашества в XIX веке. Я слышал, что иногда некоторые, ну, были такие случаи, брали эти сочинения, и сказали, монах и простат с яростью. Как это такое? Мы не монахи! О чём он писал? Он писал о том, что монаха стал заниматься мирскими делами. Всё погрязли, как он говорил, в чём? В строительстве, во всяком. Во всяком внешне, внешне, ну, украшении всего на свете. Так называемое, благолепие. А внутри? А страстями кто будет бороться? А где же умное делание, которое является, без которого нет монашества? Слышите? А умное делание – это что такое? Умное дело, под умным деланием, разумеется, молитва, молитва, которая совершается постоянно, но которая является следующим. следующее. И очень важно. Важно это для всех, а не только для монаха. Об этом Боричинов писал. Молитва без внимания – не молитва. Она мертва. Она бесполезная, душевредная, оскорбительная, для Бога – пустословие. 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 О, Боже мой! Оказывается, можно совершать богослужение, проводить молекции, совершать правильно, но если это совершается, как? Как положено. А внимание где? А сочувствие сердца где? Вы подумайте, страшные слова произнёс. Молитва без внимания – не молитва. Ох, как важно это знать! Она мертва! Она бесполезная, но мало бесполезная, душевредная. А почему душевредная? Сказать тайну. Я всё исполняю, Матушка Игумия! Все правила на всех богослужениях. Поэтому знаете, кто я, Матушка? Я уже не фут изюма. Меня уже живьём канонизировать уже можно. Самомнение – это какое? Я всё исполняю, все правила. Слышите самомнение? Душевредные тогда и оскорбительные для Бога пустословия. Вы задали очень серьёзный вопрос о монашеси. Я не мог вам не сказать, как о нём мыслил. Вы думаете, Игнатий, причинам, что ли? Я просто его назвал. Серафим Саровский плакал. Феофан Затворный говорил, наставника подходящего найти негде. Говоря о православии, знаешь, что он написал? Феофан Затворный. Ещё пройдёт. Пройдёт 10-20 лет и православия на Руси не будет. Вот в каком состоянии находилась наша цветущая православие. Цветущая почему? По количеству храмов, монастырей, благолепию, украшению и так далее. И вы знаете, что? Вот, если это святой человек, прошло 10 лет... Феофан Затворный говорил, ещё одно-два поколения и православия на Руси не будет. И вы знаете, что? Точно прошло полтора поколения и наступил 1917 год. И, как корово языком, раз, и не осталось ни монастырей, ни храмов, ни духовных школ, ни монашества. я говорю, как люди, ни духовенства. То есть, о чём они говорили, святые? Не о внешней стороне монашества, а внутри. Внутри вы кто? Мне рассказали такой интересный анекдот, как иногда повздорят монахини. Знаете, как они вздорят? по вздору мира своей. И она говорит, спаси тебя, Господи! Она, тебя саму спаси, Господи! О! Правда, здорово! Ну, хорошее пожелание, ничего не скажешь. Но это так, к слову. Итак, я сказал по 19 веке. Не вздумайте, я ничего не сказал о 21. И не спрашивайте меня. Вот так. И говорить ничего не буду. А какое там ещё что-то? И что-то я не понял. Что-что? Монашество в миру. А, монашество в миру. Да, да, монашество в миру. Ну, слушайте, пожалуйста, делайте выводы всё-таки. Я встречал и разговаривал даже. Подхожу к одной монахине в миру. Я говорю, а чё это вы носите? Это ходите в монашеском платье, да ещё в саде длинный хвост у вас. Что это вы такое? А меня духовник благословил. Я говорю, а с какой, кстати, он благословил? А вот одна у нас в академии скончалась. Просто работала светская женщина. Скончалась. И оказалась она монахиня. Ой, я думаю, Господи, ещё есть же такие люди. Никто не знал. Она до этого несколько раз подходила, задавала кое-какие вопросы, но, конечно, ей в голову не приходило, чтобы никто не знал. Вот это монашеское дал. Мне кажется, это действительно замечательно. замечательно. Знала только она сама и, видимо, тот хороший монах, правильно мыслящий, который тоже никому не сказал. Это редкий случай. А в отношении других смеются же. ну, это, конечно, анекдот, когда подходит к причастию в монашеское облачение, и все же, тайная монахиня такая. Это весь храм, конечно, чтобы все знают, что она тайная монахиня. Ну, это уже шутка. Это, конечно, шутка. В общем, надо говорить, при чём тут монашество? О монашестве сказано точно. Дело, я привожу слова того же Игнатия Валичина, дело не в монашестве, а в христианстве. Монашество лишь настолько нужно, насколько, настолько, чтобы человек мог достичь, мог достичь какого-то, какой-то правильной жизни. Монаше – это внешняя сторона, а мы всё время говорим о внешней стороне. Никому, никому не заказан путь правильной христианской жизни. в этом суде, а не в постриге монашеском самом по себе. Постричить это недолго, полчаса и все. И монахи, и монахи. А что дальше? А дальше что? Поэтому нужно стремиться не к монашеству в миру, а к христианской жизни в миру. Да такой, чтобы действительно никто не знал о том, что у меня, там, если что-то есть. А познаётся истинная жизнь по какому признаку? Признак этот точно определён святыми, голос которых прекрасно выразил проподобный Иоанн Пётр, Пётр Дамаскин. Он сказал первым признаком, первым, учтите, первым начинающегося здравия души является видение своих грехов. Правда, что-то он сказал. А кто не знает свои грехи? Да я могу вот столько написать. А знаете, что это такое? Когда я босиком наступил на гвоздь, я прыгаю, скатаю и помню об этом непрерывно и лечу это, стараюсь делать. Грех – это есть рана. Рана. Я осуждаю, у меня и душа не болит нисколько. Болтаю сколько угодно, никакого угрызения совести. Да не вижу я своих грехов в этом. А увидим, когда вот начинают кто же я. Вот когда начинается видение грехов своих. Точно так же, как мы видим какие-то ранения, которые мы получаем. в результате родной жизни. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Вот начало победителя духовной жизни к чему приводит. Во-первых, к видению, затем покаянию, затем к смирению. Уступило. С какого возраста, какого возраста нужно обратить внимание на воспитание мировоззрения в дошкольном возрасте? С какого? Чем раньше, тем лучше. Раньше говорили так, учи, пока поперек лавки помещаются. Лавки, знаете, деревянских домах, на которых спали, пока поперек. А как вдоль, ой, смотри, не упустил бы. надо начинать чем раньше, тем лучше. Но как начинать? Не просто языком, а примерно. Язык обязательно, но примерно. Потому что, знаете, один отец учил своего сына не выражаться. И он, знаете, как его учил? Трёхэтажными словами. Я тебе сколько раз говорил, чтоб ты не ругался. Ах, ты такой секой. Сын, конечно, служит и запоминает эти трёхэтажные. Вот так. Так. А скажите, пожалуйста, я в вашем году был в Юскуковском национале. Где? Юскуковском. И там продаётся книга Уткина, Юскуковский дворец. Там продаётся книжечка Уткиной, которая исследовала жизнь и убийство Григория Аспутина. И она там пишет о том, что Елизавета Фёдоровна, о которой были святы, она с писала императрица о том, что это произошло. Но тем не менее задаётся вопрос, ну как же так? Человек, который простил Каляева, мужа, то есть убийцу своего мужа, признаётся, знал о готовящемся убийстве, признаёт его батареотическим актом. В чём же здесь пример? Педагогический пример. Ведь фактически человек соучастник убийства. И что? А вопрос в чём педагогический пример? Что? В чём педагогика? Вот как этот пример с педагогической точки зрения? Ведь человек соучастник убийства. Из другой страны императрица Александра Фёдоровна, которая говорила, что я же не глупый человек, раз я общаюсь с Григорием Распутиным и так далее, он помогает. То есть явный туализм. Вы спрашиваете о верности или ошибочности мнений Елизаветы Фёдоровной, да? Да. Да. И в чём педагогический пример? Она же в виде святых. Да. Мы не должны вы слышите? Мы не должны следовать каким-то отдельным суждениям или поступкам хотя бы это был святой человек. Потому что многие поступки обусловлены внутренним состоянием человека. Внутренним. И мы не знаем каково её состояние. Елизавета Фёдоровна конечно знала больше чем кто-либо о том кто такой Распутиным. Это совершенно ясно. Вот. Но несмотря на это очень многие люди тем не менее идёт это очень сильно я не знаю откуда идёт это убеждение или оправдание в том что Распутин был не таким не таким. Да. Но у нас какая-то интересная тенденция я помню да откуда она идёт не знаю но мы подчас стремимся канонизировать или даже восхвалять людей с такими скрайними проявлениями в своей жизни. Ну помните друг Ивана Грозного человек больной же ясно был больной психически больной какие жуткие вещи он мог творить а потом ехать в Александры на покаяние и прочее Петра Первого подумайте только о котором Константин Аксаков писал по-моему вся 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 Русь вся 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 слава вся Русь вся честь её даны тобою презрена была и на твоём по Петре Первому деликом деле печать проклятия легла правда он за это попал в Петропавловскую крепость да за такие вещи но я говорю очень странно у нас откуда это берётся людей которые проявили массу жестокости и убийств и вообще что уж Пётр Первый вообще всю Россию перевернул да православие фактически начал уничтожать да и пожалуйста вам тем не менее и это касается и Распутина то же самое то же самое здесь ситуация очень непростая но скажу только так что нельзя же отдельные эпизоды из жизни тех людей которые были канализированы рассматривать как какой-то или пример или как негатив нельзя это неверно я вам скажу убивать скажите хорошо или плохо вы что смертный грех а я говорю тот солдат который не будет на войне убивать он предатель почему я не убиваю пусть моих убивают да предатель и преступник вот это да поэтому вы знаете по чисто внешней форме нельзя давать оценку тому или иному поступку надо знать обстоятельства и внутренний мир человека но я думаю что Елизавета Федоровна знала больше чем кто-либо и поэтому ее голос это вообще серьезный аргумент следующий вопрос Алексей Ильич поступает благодарность спасибо большое за ваш ну не надо да хочу поблагодарить потому что равно это мало все равно мало все равно мало это мало вот Светлана вы написали ну вам спасибо вопрос касающийся я думал всего как вы относитесь к протестантскому движению и тут же высказывает свое пожелание вопрошатель Сергей я считаю что там более простым языком проповедует Евангелие как вы считаете дело в том что начнут простоты я согласен я согласен что многие там очень просто само даже священное писание там читается по-русски более того скажу что очень хорошо и что я одобряю читается Евангелие там лицом к людям Христос то говорил кому у нас читается Господу Богу Евангелие вы знаете если дьякона нет то батюшка в алтаре кому читает Господу Богу он же не знает Евангелие да а у них читается лицом к народу правильно как Христос и проповедовал почему у нас до сих пор я этого понять не могу у нас потом смотрите какие облачения там всякие там архиерийские какие демитры какие и на священниках отца Афанасия не знаю у них наверное скромное облачение а у других знаете какие ой сколько а у них все очень просто в этом отношении действительно в этом отношении просто я вам скажу молодцы молодцы форма хороша а содержание какое ой вы знаете какая проповедь в чем суть протестантизма я вам скажу первое мы должны слушать только Писание Писание ну Библию Новый Завет брось вы всех этих ваших святых отцов мало ли кто и что из них говорит и мы можем говорить а не только они солью скриптура только Писание красота правда же просто красота и что случилось тут же один говорит ты так считаешь нет а я считаю вот так а третий говорит а я это рассыпались уже все рассыпались десятки и сотни протестантских направлений же вы поймите а почему а потому что я вот так понимаю Писание по другой я так понимаю а где критерии вы скажите или что думаете что просто так это любое место Писания говорит само за себя ничего подобного ничего подобного что вы мы встречаемся там с самыми серьезными вещами рассыпались и не знаем кто прав кто мил а другое дальше спасаемся мы как протестантист говорит только верую как только верую лютера отвечает верующему тот дом веров во креста прощаются все грехи прошедшие настоящие и будущие ура вот это я рад все я перехожу протестантирую вы понимаете какие вещи да апостол Павел пишет о вере что мы веру и действительно спасаемся какой веры вот вот чем дело это первое чем характеризуется православие в отличие от протестантизма тем что мы говорим мы верим что истинное понимание писания евангелия мы можем найти только у тех кто действительно действительно очистил свою душу хоть немножко от всякой грязи простите меня потому что при правильной духовной жизни очищается ум человеческий человек становится приближается к Богу он получает истинное понимание писания и когда мы видим что данный текст писания один святой другой третий четвертый пятый все говорят вот так мы говорим значит это не мнение того или иного святого чтобы святые ошибались а значит это уже здесь действительно откровение Божие людям и что здесь мы видим истинный смысл вот как нужно понимать вот каким образом когда мы видим это называется в богословии термином консенсус патрун то есть согласие отцов когда мы видим согласное мнение отцов по какому-то вопросу мы говорим вот это есть истина вот критерий наш вот критерий основывается на чем на святости тех кто говорит у протестантов потому все и рассыпались что каждый может быть учителем каждый может учить каждый и вы знаете до чего сейчас дошло до каких вещей Боже мой ну что вы до каких вещей вероучительных до каких моральных уж кажется они говорят только писание и в то же время ну садовский грех ну всем ясно Библия же говорит апостола прямо осуждает они сидим напротив переговариваемся я помню в Германии и встает один немец говорит а наша вот церковь да как раз совершает браки гомосексуалисты так как же Библия соль скриптуры то где же ваш ну вы знаете и все и что сейчас о вероучении что творит я не хочу даже называть какие вещи вот беда протестантизма и в отношении этого тоже веру и только спасаемся какой верой простите какой верой что был Иисус Христос что ли ну и что что был был кто угодно я верю что он спас что значит спас что это значит забыли о духовной жизни которые только это духовная жизнь и открывает человеку человеку постепенно открывает душу открывает эти какие-то разум очищает его и человек убеждается на личном опыте в чем в чем как Бог освобождает меня от той или иной страсти не в делах помогает как это мы ищем он привезут мощи и мы ригуриц и давай свиник Николай как пятка у меня болит как язычники нет человек на личном опыте убеждается каким я был завистливым зеленел от зависти я молился Господи помоги мне я вижу как утихает моя страсть как постепенно освобождать вот это духовный опыт вот когда открывается вера моя когда я вижу что не по своей праведности я а по вере в Бога я могу постепенно освобождаться от чего от страстей от страстей освобождаться этих этих князей моих вот чем дело там нет я верю и все и мои и будущее главное ну ну как переходим всех призываю смеюсь конечно вот так это беда конечно ну пожалуйста Алексей Ильич что есть исцеление в невзгодах почему не каждый приходит к вере и смиряется в результате скорбей и болезней вопрос актуализирует почему в результате скорбей не каждый приходит да не каждый скорбь и болезнь бывают у очень многих но далеко не каждый приходит к вере или смиряется ну что же я думаю что на такие вопросы очень легко ответить может каждый человек уж сколько скорбей у меня скорбей каких и я православный человек знаю что природа скорбей какова мои грехи и мои страсти но когда приводят мощи или чезноторные голу я молюсь что об исцелении от страстей вы стали думаете да вы что вы что я православный помоюсь чтобы моя печенка исцелилась моя селезенка мои скорби как язычники а потому потому мы к Богу и не приходим потому что живем поязычески и нас интересует только язычество а не а не а не так сказать истинное понимание понимание вещей вот почему не удивляйтесь поэтому конечно меня интересует только эта жизнь а не так еще вопрос еще прямо в зала в последнее время очень много говорится о покаянии и вот современные совместно что как бы весь народ должен покаяться я каюсь о своих грехах как вместе с народом покаяться о том чего я не совершала и не совершали мои родители бабушки и дедушки спасибо ну знаете пожеланий очень много мечтаний очень много поэтому надо посмотреть что это значит весь народ покаяться что значит весь народ мы все время хотим народ да не народ а ты покайся в тех грехах которые ты ты знаешь какие у тебя есть а то мы весь народ знаете как это легко сказать другое дело другое дело бывает вот как в библии описано с неневией когда там этот город государства просто погряз в грехах так что пророк Иоанна даже был послан предупредить и сказать если вы так будете то вы все погибнете о вот тогда народ действительно народ покаялся а почему опять потому что сам царь сбросил себе царские одежды оделся в рубище и всем приказал то же самое сделать так и три дня чтобы не есть не пить а каяться вот это сильный акт вот это очень сильный акт да когда все никогда не Невия осталась то пророк Иоанна возмутился и говорит Богу что ж такое я тут шел сюда пришел и сказал что Невия будет уничтожена ты меня подвел так сказать Бог подвел Иоанну видите так Бог ему ответил что ты хочешь здесь в этом городе еще 120 тысяч тех которые не могут отличить правой руки от левой и все посмотрите меня что поразило я помню читаю что даже сама скотина он жалится смотрите сколько и скота которые которые также ну даже были погибнут как же это сделать когда они все люди покаялись ну покаялись вот тогда это исключительный случай а так я вам скажу конечно каждый должен каяться вот а жди это когда кто это объявит всенародные покаяния надо чтобы не видеть кто это объявит может президенту написать заявление ну хорошо спасибо вам большое я хотел бы пригласить сюда на сцену Светлана Николаевна Тихачева предоставите слово и Татьяна Владимировна Марина начальника управления базара спасибо вам большое я скажу что Алексей Ильич первая встреча у меня с ним произошла ну лет 20 тому назад я его пригласила в Веденевскую школу вот он первый раз посетил наше Веденево и вот с тех пор я не знаю конечно он может быть расстается со мной а я с вами не расстаюсь вот такой маленький вот это от всей души но это видите какие праздники что за все и сегодняшние ваши слова образ любовь воспитание семья школа для нас очень важны сегодня в этом зале педагоги как в наших образовательных организациях школ так и детских садов и то что сегодня у нас такая уникальная возможность прикоснуться к истинности веры православия тех незыблемых вещей которые поддерживают нас поддерживают для нас очень важны низкий вам поклон огромное вам спасибо это незабываемая встреча я думаю что мы все это сейчас подтвердим спасибо огромное здравия и многое благодаря вам вопросы все 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 передаю профессору он совсем разберется сложите в свое сердце